Добрый вечер. Давайте сегодня поговорим о том, как уменьшить число просмотров вашего видеоролика на YouTube. Для того, чтобы их смотрело как можно меньше число людей. Например, вы можете сохранять видео как драфт, тогда их никто, кроме вас, не увидит. Либо вы можете делать их для просмотра просылки и отправлять эту ссылку только тем, кому нужно. А лучше, наверное, вообще никому не отправлять ее. И тогда ее никакой поисковик не проиндексирует, и нигде ее не будет видно. И также можно не давать название вашему видео, не вносить ничего в описание, в ключевые слова. Пускай так ваш файл называется move 0564 или dsc подчеркивание 563. И при этом желательно, чтобы вот значок видео, который там есть, был такой, ну какой-то размытый, невнятный, то есть не передавал информацию о вашем, о том, что содержится в этом видео. Продолжительность видео желательно делать, наверное, сразу там максимальной, вот, то есть вот как вот сняли полтора часа, там подряд несколько сюжетов, сразу все это закачиваете на YouTube. Ну, вдруг у вас там, хотя бы использовать YouTube как резервную копию. Потому что у вас компьютер может выйти из строя, на YouTube это видео останется. Ну и, естественно, никто его там не увидит. Все в полной безопасности. Вот, таким образом, не надо никаких ссылок размещать в социальных сетях на ваше видео. Вот, вы же хотите, чтобы только оно было для вас доступно, лучше еще свой аккаунт удалите, вот, заблокируйте. Вот, что-нибудь такое неприличное там может быть сделать, противоречащее, если это будет противоречить, например, правилам YouTube, то ваше видео просто удалят сразу, и его никто вообще никогда не увидит. В том числе и вы. Вот это основные способы, какие можно уменьшить число просмотров. Потому что все какие-то любят там популярные сюжеты про котиков и короткие информативные видео. Мы не будем вот исследовать этим каким-то современным трендам. Лучше что-нибудь такое занудное, интересное только вам. Вот, в принципе, зачем гнаться за вот этой рекламой, продвижением, вот, какие-то заработки на YouTube. Вы хотите, чтобы ваше там личное видео прерывалось какой-то назойливой рекламой? Ни в коем случае. Вот, зачем вам это нужно? Ну, это вкратце основные советы, которые можно дать для того, чтобы ваше видео как можно меньше смотрели. Спасибо большое за внимание. До свидания.